МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мыслить на перспективу городские депутаты рассмотрели бюджет Самары сразу на три года. Женщина на миллиард, бизнес-вуман, набравшая кредитов на фирму пустышки, рассчитывает на условно-досрочное освобождение. Сколько топоров в пожарной машине? Сотрудники МЧС раскрывают профессиональные секреты на выставке, приуроченной к 175-летию службы. Как агроном-композитором стал об авторе песни, в лесу родилась елочка, запрете праздновать Новый год и индустриальных игрушках советской эпохи самарцам расскажут в доме музея Ленина. Управленческий состав Самарского технического университета пройдет стажировку в Сколково. Задача не просто научиться продвигать инновационные проекты в производство, но университет возлагается особая миссия – стать локомотивом экономики региона. Этот вуз включен в число 11 опорных университетов, а с этой осени к нему присоединился и архитектурно-строительный институт. Как его перспективы оценивают эксперты Сколково, выяснил Олег Зверев. Легким движением руки можно управлять любым электронным устройством на расстоянии. Команду подает перчатка-джойстик. Применение для разработки практически любая сфера, будь то беспилотная авиация, крупные производства или даже космические эксперименты. Астронавты, находясь в безопасности, сидят в космическом корабле, надев подобное устройство, и могут управлять какими-то роботизированными конструкциями, которые находятся непосредственно в открытом космосе. Натюрморт от Самарского технического университета. Сыр с кафедры технологий пищевых производств. Соки и квадрокоптер. И таких инновационных разработок десятки тысяч. Университет включен в число 11 опорных вузов России. Сегодня это означает ни много ни мало, как новый статус, центр развития экономики региона, а значит и всей страны. Ученые готовы не просто поставить на конвейер производство технологий. Разработки могут конкурировать с ведущими мировыми производителями. Вот если мы говорим о действительно импортозамещении, не о локализации производства, взять, поехать в Италию, купить завод, привезти итальянских инженеров, они нам здесь наладят производство моцареллы, уедут и будем в ладоши хлопать. Вот так третьи страны поступают, и мы их часто так поступаем. Надо эту ситуацию переломливать. То есть мы в своих промышленных лабораториях, если мы делаем сыр, вот у нас должно быть устойчивое качество. Опорные вузы должны стать драйверами развития страны. А чтобы поставить фабрику технологий на поток, налаживается сотрудничество с фондом Сколково. Эксперты фонда курируют проекты, а управленческий состав вуза проходит обучение во Всероссийском инновационном центре. Задача – воплотить разработки в производство, а на многих высокотехнологичных изделиях поставить логотип «Сделано в Самаре». В этом плане смысл «Сколковской команды» и смысл «Сколково» – это действительно поставить новую систему управления. Это же невероятно сложно. В сложившейся иерархии отношений, вертикали власти, которые сейчас говорят, создать место, которое, внимание, отвечает за экономику региона. Вы только вслушайтесь, хоть и слова. Оторок берет. Поэтому задача «Сколково», отвечаю еще раз, это, смотрите, найти те рычаги и инструменты, в том числе и обмениваясь между другими вузами, оптимальны для того или иной структуры. А в итоге ожидается цепная реакция новых идей и технологий, которые будут интересны инвесторам и научному сообществу во всем мире. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Этих новостей ждали давно. Для студентов Самары отменили повышение цен на проезд в общественном транспорте. Такое решение губернатора озвучили сегодня на форуме, посвященном международному студенту. И это стало главным подарком. Валерия Макарова продолжит. Все флаги в гости к ним. Актовый зал университета телекоммуникации и информатики собрал несколько сотен студентов Самарской области. Открыл форум традиционный студенческий гимн. Этих ребят можно без преувеличения назвать элитой самарского студенчества. Они не только успевают отлично учиться, но и добиваются успехов в творчестве, спорте, науке, общественной деятельности. И сегодня, в Международный день студента, здесь вспоминают, чем запомнился 2016-й. Главные акции и проекты этого года. Пожалуй, главной новостью этого форума стала отмена повышения цен на проезд для студентов. Эту тему губернатор недавно обсуждал на рабочей встрече с председателем Совета ректоров вузов региона, Геннадием Котельниковым и главой Самары Олегом Фурсовым. Тогда Николай Меркушкин поручил тщательно изучить вопрос и принять оптимальное решение, которое устроит всех. По решению губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина с 20 ноября 2016 года приостановлено действие постановления главы городского округа Самара в части повышения проезда для студентов. На волне всеобщей эйфории прошло и награждение лучших студентов. 600 человек своими достижениями в учебе и общественной деятельности заслужили стипендию губернатора Самарской области. Теперь они будут получать порядка 11 тысяч в семестр. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Расходы совпали с доходами. Депутаты гордома приняли главный финансовый документ Самары на три года вперед. На этот раз бюджет бездефицитный, но при этом учитывает сегодняшние экономические реалии. В городской кошелек заглянула Марина Матвейшина. Судьбоносный документ, как назвали депутаты бюджет города на ближайшие три года, принят. Основные параметры на 2017 год утверждены в сумме 13 миллиардов 706 миллионов рублей. Бюджет принят бездефицитным. Сумма формируется из собственных доходов города. Но после принятия областного бюджета она увеличится. Несмотря на непростые экономические условия, сохранилась социальная направленность. Наибольший удельный вес в расходах бюджета городского округа Самара на 2017 год по-прежнему приходится на расходы по отрасли образования, национальной экономики, жилищно-коммунальное хозяйство. В 2017 году планируется сохранить в тех же объемах, что и в 2016 году, расходы на социальную политику и культуру. Кроме этого, запланированы деньги на капитальные объекты. Это и строительство новой трамвайной линии до стадиона Самара-Арена, и дороги в Волгаре, и реконструкция улицы 22-го партсъезда и заводского шоссе. Будет продолжена реконструкция детских садов в планах разработать проект новой школы в Октябрьском районе. В рамках подготовки к Мундиалю отремонтируют Струковский сад, площадь Куйбышева и продолжат реконструкцию набережной. Депутаты не исключают, распределение бюджетных денег может незначительно варьироваться. Бюджет, как всегда, документ достаточно живой. Над бюджетом мы работаем в течение всего года и будем продолжать эту работу. У депутатов были очень много вопросов по бюджету. Мы обсуждали на всех профильных комитетах бюджет на рабочем заседании. Депутаты глубоко погружены в эту тему принятия бюджета, потому что для них не только бюджет городского округа мы принимали, но еще бюджеты внутригородских районов. Более 500 миллионов рублей предусмотрено на предоставлении межбюджетных трансфертов районных бюджетов. Кроме того, у районов есть возможность увеличить свои бюджеты за счет собираемости налогов и пустить эти деньги на решение острых вопросов. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. Малый бизнес Самарской области будут контролировать в режиме онлайн. В бизнес-инкубаторе прошел семинар для индивидуальных предпринимателей, руководителей предприятий, бухгалтеров и юристов. Главная тема – обзор изменений российского законодательства. Основные поправки коснутся схемы работы торговых организаций с налоговыми органами. С помощью нового кассового оборудования, которое должны установить предприниматели, общение с налоговой уйдет в электронную форму. На семинаре разбирали вопросы, кто обязательно должен установить новую технику, где и как ее регистрировать. Актуально для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются услугами, так как у них не было применения контрольно-кассовых аппаратов. Они применяли бланки строгой отчетности. Сейчас это актуально будет для них. В 2017 году работающим пенсионерам индексация пенсий можно не ждать, заявляет Пенсионный фонд России. Какую в итоге сумму сэкономит на этом федеральная казна, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Нефть сегодня дешевеет. Дороже всего продать за 63 рубля 24 копейки. Российские операторы связи запускают технологию, которая позволит абонентам оставаться на связи при наличии Wi-Fi. Позвонить можно будет даже при отсутствии сети. Например, из метро. В 2017 году работающим пенсионерам не будут индексировать пенсию. В Пенсионном фонде страны подсчитали. Эта мера позволит сэкономить порядка 60 миллиардов рублей. И добавляют, что когда пенсионеры все-таки перестанут работать и выйдут на заслуженный отдых, их ждет некий компенсирующий механизм. А в Самаре трамвайную линию до стадиона Самара-Арена проложат к январю 2018 года. Департамент градостроительства Самары уже объявил аукцион на выполнение строительно-монтажных работ. На этом все. Удачи в делах. Долгов на миллионы. Сегодня решался вопрос об условно-досрочном освобождении Татьяны Живжаренко, осажденной за мошенничество в особо крупном размере. Жительница Тольятти руководила компаниями-поставщиками АвтоВАЗа. Пользуясь хорошей репутацией, набрала многомиллионные кредиты на фирму Пустышки. В итоге банки потеряли сотни миллионов рублей. Судебные разбирательства длились несколько лет. Мошенницу приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Хатодайство об условно-досрочном освобождении подал защитник Татьяна Живжаренко. Сторона, которая против удовлетворения хатодайства в досрочном освобождении Живжаренко, поскольку ей каких-либо мер по возмещению многомиллионного иска не предпринято. Более того, ее поведение в местах лишения свободы не нельзя называть положительным, так как осужденный неоднократно совершал нарушение режимных требований. Я считаю, что ту часть наказания, которая надбыла, а большую часть она надбыла в условиях следственного изолятора, намного строгих, чем колония общего режима. То есть уже позволяет ей выйти из колонии, находясь на свободе, выполнять свои гражданские обязанности, в том числе по погашению исков. На сегодня долг осужденной бизнес-вумен составляет 148 миллионов рублей. Ее имущество стоимостью в 300 миллионов рублей находится под арестом. Мы будем следить за развитием темы. Ну а далее, коротко о других темах дня. Мигранта, который легально жил и работал в Самаре, задержали в Петербурге по подозрению в связях с ИГИЛ. 25-летний гражданин Таджикистана Умар Мирзоев собирался вылететь в Самару из Пулково, когда его арестовали сотрудники Интерпола. Накануне Госкомитет надбезопасности Таджикистана объявил мужчину международный розыск по обвинению в вербовке в террористическую организацию Исламское государство, запрещенную в России. Также его подозревают в подготовке терактов. Сейчас мужчина находится в изоляторе. От дачи показаний он отказался. Трех фигурантов скандального дела блогеров Дмитрия Бегуна, Олега Иванца и Наталью Миронову распределили по исправительным учреждениям. Напомним, приговор блогерам вступил в силу 11 октября. За вымогательство трех миллионов рублей у бизнесмена Сергея Шатила Бегун и Иванец получили 6,7 лет соответственно. Наталье Миронова 5 лет. Дмитрий Бегун будет отбывать наказание в исправительной колонии номер 3 в промзоне Новокубышевска, одной из самых крупных в регионе. Наталья Миронова в 15-й колонии в поселке Кряж. Олега Иванца отправили в Башкортостан, в исправительную колонию для бывших сотрудников правоохранительных органов. Женщины с ребенком отравились угарным газом. В среду, 16 ноября, примерно в 9 часов вечера, в Самаре, в доме на улице Александра Матросова, произошла утечка газа. Матери и ребенку оказали помощь, после чего они были госпитализированы. Отравление произошло из-за нарушения правил эксплуатации колонки. Дублер московского шоссе в районе проспекта Кирова перекроют на этой неделе. Ранее сообщалось, его закроют для движения 31 октября на две недели. Но этого так и не произошло. На этот раз представители подрядной организации хотят перекрыть этот участок на две с половиной недели. Когда работы будут завершены, по проспекту Кирова откроют сквозное движение как в сторону Новосадовой, так и по направлению к Старозагоре. А ориентировочно это произойдет в конце декабря текущего года. Потребители Самарской области чаще всего жалуются в Роспотребнадзор на коммунальщиков, сотовые компании и медиков. Кроме того, в этом году выросло число заявлений, касающихся ущемления прав покупателей в сфере торговли. Граждане жалуются на нарушение порядка обмена и возврата приобретенных некачественных промышленных товаров, а также на непредоставление необходимой и достоверной информации о товаре и его изготовителе. Пожарная охрана У меня вышло 3 минуты 8 секунд, и это с дополнительной помощью. Но именно так борется с огнем пожарная служба. На мне шлем, пожарная куртка, штаны, краги, висящие на специальном карабине, который используется для самоспасения, и топор, чтобы преодолевать препятствия. Экипировавшись по полной, самое время проследовать к служебному автомобилю. Яркие боевые машины ровно выстроились на площади Куйбышева. Начинка машин соответствует мощному внешнему виду. Множество рукавов, лафетных стволов, огнетушителей, циркулярные пилы и мощный топор – инструменты для всех непредвиденных обстоятельств. Автомобиль АЦ-7-150 предназначен для отрушения пожаров и перевозки личного состава. Емкость цистерны 7 тонн, производительность насоса 150 литров в секунду. Ныне оснащенная по мировым стандартам служба, 175 лет назад начиналась в Самаре с двух пожарных команд – 14 бочек, двух топоров и 20 ведер. Да и самих сотрудников было всего 25 человек. Сегодня в региональном управлении служат 4,5 тысячи пожарных. Лучших награждают почетными грамотами от губернатора. Сегодня мирное время, в любую минуту, вы готовы совершать подвиг. Выступить в борьбу с огнем, защищать жизнь, здоровье, кровь и имущество нашей области. Ваша преданность выбранной профессии, благородной, опасной, труднейшей, вызывает чувство глубокого уважения и восхищения. Мы делаем все, что зависит от нас, все, что мы можем, и мы приходим на помощь людям первые, когда в дом людям случится беда. Один из награжденных сегодня сотрудников – Олег Ходателев. Он уже более 20 лет на службе в Похвестнево. За это время, рассказывает, не раз приходилось рисковать жизнью. Кого-то спас, снизил материальный ущерб, отстоял строение, пускай даже незначительные надворные постройки. А все равно же, это же людям намного приятнее, когда действительно придут профессионалы и спасут. Главная награда, скромно признается спасатель, – это благодарность людей. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков, События. Когда придумали праздновать Новый год и кто написал слова песни «В лесу родилась елочка», рассказывает в доме музея Ленина. Там открылась выставка «Добрая история». Ну что ж, пора, до Нового года осталось чуть более месяца. Музеи даже нарядили елку игрушками прошлого века, а первую экскурсию для гостей провела сама Снегурочка. Духом Нового года прониклась и Валерия Макарова. По образованию он агроном, кандидат естественных наук. Но человек, настолько хорошо чувствующий музыку, что написал эту мелодию, которую мы до сих пор с вами исполняем. В лесу родилась елочка, напевал своей дочке в 1905 году Леонид Карлович Бекман. Так и родилась мелодия к самой новогодней детской песенке. А стихотворение Бекман читал из детского журнала «Малютка». Оно было подписано инициалами АЭ. Только через 40 лет узнали полное имя автора – Раиса Адамовна Кудашева. Вот такие интересные факты собрали для выставки «Добрые истории» в доме музея Ленина. А иллюстрации к рассказам – старинные игрушки. Из ваты, стекла, ткани и картона. Некоторым из них больше 80 лет. Они собраны из архивов самарских музеев и частных коллекций. Равнодушным остаться невозможно. И родителей вспомнила сразу. И как покупали эти игрушки, какой праздник дома был. Вот представьте себе, увидела вон наконечник для елки. И когда папа принес его, это для нас, для детей, был шок. Целое богатство. Как вроде из какого-то царского дворца украшения. Дети зачарованно смотрят на игрушки из прошлого века и прислушиваются к тому, что рассказывает экскурсовод. Что-то новое для себя они узнают около каждого стенда выставки. Я не знала, из-за чего Новый год произошел. Но я вот узнала, его создал Юлий Цезарь. Еще вот, я думала, только у нас в России елка. Ну, даже в любых странах есть эта елка. Сейчас сложно поверить, однако 6 лет в истории Советской России ставить елки и праздновать Новый год было запрещено. Это считалось буржуазным пережитком. Но дух Нового года победил, и праздник вернули. Елка в те годы, а это начало 20 века, могла выглядеть вот так. Она наряжена ватными игрушками на проволочном каркасе. Рядом украшения из стекла 30-х годов. Вертолеты, велосипеды, самолеты. По сути, история технического прогресса в игрушках. Такой выставкой в музее хотели напомнить самарцам о добрых новогодних традициях и истоках праздника. Детям, мне кажется, очень интересно было бы узнать о том, как праздновали Новый год их бабушки, дедушки, их родители. И, возможно, что-то полезное, очень нужное, очень важное из прошлого они сумеют перенести в нашу сегодняшнюю жизнь. Выставка будет открыта в музее два месяца. Так что окунуться в новогоднюю атмосферу прошлого столетия самарцы смогут до 15 января. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. В команде самарских послов на чемпионат мира по футболу в России стало на одного представителя больше. Сегодня соглашение подписала Николья Радамакина, чемпионка паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Наш корреспондент узнал у знаменитости, почему она согласилась стать послом. Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николья Радамакина из Чапаевска и не мечтала стать послом чемпионата мира по футболу. Хотя самую популярную игру на свете любит. К новым обязанностям спортсменка обещает подойти ответственно. Я очень рада представлять свой город, так как являюсь, наверное, самой настоящей патриоткой. И я даже не думала о том, что буду занята, что придется отложить какие-то свои дела, потому что для меня это, на самом деле, наверное, какой-то смысл и цель. Легкая атлетика – это королева спорта, а Николь, представитель нашего города, еще раз подтверждает то, что самые красивые девушки в Самаре. Дора Дамакиной такой чести удостоились баянист Сергей Войтенко, космонавт Олег Кононенко, олимпийский чемпион подзюдо Тагер Хайбулаев, экс-футболист Крыльев Александр Анюков. Единственная девушка в Самарском посольстве уже побывала на тренировочной базе Крыльев Советов, поучаствовала в открытии Центра подготовки городских волонтеров чемпионата мира по футболу. Чтобы достойно на сагном высоком организационном уровне провести чемпионат и обеспечить комфортное пребывание футболистов и гостей на Самарской земле, нам необходимо привлечь к участию в этом мероприятии грамотных, инициативных, всесторонне подготовленных молодых людей. Для этого в рамках подготовки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 у нас реализуется региональная программа «Городские волонтеры Самарской области». Наша общая задача – создать теплую, гостеприимную, праздничную атмосферу. На плечи городских волонтеров ляжут главные события чемпионата мира по футболу – проведение фестиваля болельщиков. Для этого потребуется 1300 добровольцев. Сейчас заявки подали уже 2000 желающих – от школьников до пенсионеров. А волонтеры FIFA будут обеспечивать проведение на Самаро-арене четырех матчей группового этапа, включая игру сборной России, встречу 1-8 финала и четверть финала. Олег Зверев, Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Игра не по правилам сборной ветеранов против молодежной сборной. Спортсмены разыграли шахматную корону в книжном магазине. Как проходил турнир, расскажет Сергей Кизоркин в новостях спорта. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Сергей Маргачев – спортсмен со стажем. За его плечами всероссийские турниры. Но Сергей не прочь потренировать серые клеточки и на районном первенстве. Тем более побороться за первое место пришлось против ветеранов спорта. Сыграл две игры. Одну выиграл, одну проиграл. Но это всегда немножко сложнее, чем после своих сверстников. Дома они хотят закрыть немножко лучше, немножко быстрее. И времени мало, поэтому бывает тяжелее. Самарский турнир проходил в формате быстрых шахмат, то есть одна партия длилась 10 минут. Сборная подростков против взрослых. Еще один нюанс – чемпионы призера соревнований определялись только в личном зачете. А чтобы уравнять шансы на победу, мастер Фиде Международной шахматной федерации провел мастер-класс. У нас очень специфический турнир. Молодежь против взрослых. Непривычная система. Обычно используется либо круговая система, либо швейцарская. У нас хьюнингенская. То есть каждый из детей сыграет с каждым из взрослых. И наоборот. А друг с другом между собой они не играют. Первый тур сейчас прошел и примерно поровну. То есть взрослые 4 партии выиграли, дети 3. Ну вот на первой доске, которая самая сильная, победила именно ребенок. В шахматы в Самарском районе играют везде. От набережной и дворов до ленинградской и книжных магазинов. В некоторых школах это обязательный предмет. Поэтому не случайно, что от желающих сразиться за шахматную корону в районных соревнованиях обычно нет отбоя. На турнирах играют и отцы, и дети. Мастера садятся за одну доску с любителями. Очень интересно видеть внимание людей к шахматам. Что даже прохожие, проходящие мимо нашего импровизированного турнира, обращают внимание, очень интересуются. Сами изъявляют желание поиграть. Очень интересно посмотреть, как более молодое поколение набирается опыта у более опытных игроков. И, в свою очередь, более опытным игрокам тоже очень интересно передать свой опыт молодому подрастающему поколению. В итоге самым сообразительным спортсменом в Самарском районе оказался шахматный ветеран Александр Барышников. У него золотая медаль. Серебро и бронзу у молодежи Евгения Кобыльскина и Виолетты Ероховой. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Подписывайтесь на Самар и ГИС и смотрите все самое интересное в качестве HD. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.